МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой должна быть идеальная дорога? Качественный и ровный асфальт, отсутствие ям и трещин, наличие дорожной разметки и освещение. Вот она мечта любого автовладельца. По данным экспертов Давосского Всемирного экономического форума, Россия находится на 123-м месте в мировом рейтинге качества дорог. Хуже только в Нигерии, Чаде, Молдавии и на Украине. А вот самые лучшие дороги в Объединенных Арабских Эмиратах. Улучшить качество российских дорог – вот на что рассчитана федеральная программа безопасной и качественной дороги. Ее реализуют в 38 городских агломерациях, в том числе и в Чебоксарской. В нее входят города Чебоксары и Новочебоксарск, Маргаушский и Чебоксарские районы. Здравствуйте! В эфире передача «Комфортный город». И сегодня мы поговорим о том, как меняются дороги в столице Чувашии. Общая протяженность автодорог в Чебоксарах – почти 212 километров. Из них соответствует нормативам лишь 30%. Правда, к концу этого года процент должен вырасти до 43, а через год – до 60. Все это станет возможным благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». Она рассчитана до 2025 года и реализуют ее в два этапа. Первый – ремонт дорожного полотна. В этом году отремонтируют 27 участков дорог. В первую очередь центральные и те, что находятся в плохом состоянии. Например, такие, как Президентский бульвар, улица Гагарина, Ленинградская. А также многострадальное Алатарское шоссе. Каблуки, красный пиджак и ключи от автомобиля. Наша коллега Дарина Игнатьева – истинная автоледи. За рулем она уже три года. И что такое российские дороги, знает хорошо. У меня машина достаточно низкая, и, конечно, бампером постоянно задевала, царапала его. Было ужасно некомфортно, каждый раз переживала. Да, напрягала эта ситуация, что только ямочный ремонт сделают. Пройдет там буквально неделя дождей, и опять уже эти ямы открыты. Девушка живет в центре города, и она оказалась в числе первых, кто ощутил результаты дорожных работ на себе. Ну да, тяжеловато, когда идут ремонтные работы, но результат не то хороший. Значительно проще стало ездить, чувствую себя комфортнее, безопаснее. За качество и безопасность чебоксарских дорог отвечают четыре подрядных организации. Это Водорстрой, Дорис, Дорекс и Элитстрой. У каждой свой участок дороги и техническое задание. Перед включением каких-то либо участков в программу безопасной и качественной дороги мы проводили обследование дорог, диагностику их, осуществляли вырубки, керны брали дорожного основания, проверяли, какое основание, какие слои, в каком состоянии они. И, соответственно, исходя из этих параметров, выбиралась уже технология ремонта. Улица Гузовского, хоть она и не центральная, но движение здесь достаточно интенсивное. То, что дорогу надо менять, сомнений нет. Ямочный ремонт уже не спасает. По весне здесь появлялись ямы просто угрожающих размеров. Оставить часть автомобиля прямо на асфальте проще простого. Но уже совсем скоро водители смогут вздохнуть свободно. А полноценный ремонт уже начали. Асфальт на эту улицу выкладывает по технологии горячей регенерации. С помощью вот такую специальную машину она насыпается ремиксером. Что она делает? Посмотрите, машина снимает слой старого асфальта и перемешивает его вместе с новым. Так получается первый слой. Затем абсолютно новый асфальт подается и укладывается уже вторым слоем. Вот так вот буквально за несколько минут появляется абсолютно новое дорожное покрытие. Плюсы. Метод регенерации горячей. Плюсы. Вот когда он снимает фрезой, он все трещины снимает. И соответственно, и не видно они будут, они опять-таки фрезеруем его, укладываем асфальт. Сцепление между асфальтами здесь получается, очень хорошее здесь получается. Но пока еще это не готовая дорога. Осталось уложить еще верхний слой. Всего необходимо обновить 1200 метров покрытия. Закончить ремонт должны к 9 сентября, но подрядчик планирует сдать объект раньше, к дню города. Сжатые сроки не должны стать поводом для укладки некачественного асфальта. За этим следит не только подрядчик, но и стройконтроль. Специалисты наблюдают за каждым этапом. Причем на всех участках. Горячая пора и на Богдана Хмельницкого. Здесь недавно приступили к ремонту. Участок от Гражданской улицы и до Фучика покроет новое полотно. Везде, кроме Сугутского моста, заменить асфальт здесь планируют в будущем году. За месяц подрядчик должен успеть снять старый асфальт, отфрезеровать поверхность и заменить бордюрные камни. А нынешним летом сроки становятся еще короче. Нынче погодные условия мешают. Дождик прошелся, мы стоим. Вот метров 100-150, а там дождя не было. Там сухо. Вот это все мешает нам, конечно. Но дорожники уверяют, срывов не будет. Вот уже сейчас идет укладка нижнего выравнивающего слоя асфальта. Ответственные за уровень укладки асфальта, чтобы шов был ровный. Ну и какой слой асфальта положили? Здесь идет около 3,5 см. То есть минус 0,5 укладка где-то 3 см асфальта. Это здесь. Там чуть-чуть больше идет. То есть в зависимости от оси. В качестве верхнего слоя используют щебеночно-мастичный асфальтобетон или щема. Отличить его от других просто. Поверхность пористая или зернистая. Этот материал разработали еще в конце 60-х годов в Германии. В последнее время он набирает все больше популярности. Покрытие обладает повышенной прочностью и износостойкостью, что как раз подходит для загруженных магистралей. Секрет в составе материала. Высокое содержание щебня более 70%. И битума более 5%. Еще добавляет стабилизирующие вещества для удержания нефтепродукта. В такое покрытие легко попадает вода. И что может произойти, если настанут заморозки? Разрушения не будет, так как много битума. И она будет лучше держаться. Вот более шероховатые поверхности машины будут чувствовать лучше. Если асфальт гладкий, то такое понятие есть – аквапланирование. Машины будут там скользить на асфальте. Понятие, да. На мокром покрытии машины скользят на мокром покрытии. А на шмопокрытии, шмопокрытии, шероховатые покрытия – такого не будет. Ремонт продлится до начала октября. Всего в этом году обновят почти 30 километров дорожного полотна. Это необходимое дело, конечно. И уходим в это положение. Нужно было хорошей идеей. Вообще везде дороги ремонтируются. Душа радуется, ездить хорошо, приятно. В последнее время нормализовываются дороги. Замечательно, что все происходит в нашем городе. Замечательно. Хотелось бы, чтобы по всему городу так было. Но все было в заплатках. А машина от этого уже на растратах, да? Да, конечно, подвеска была вообще ни к черту. Ездить труднее стало. Пробки кругом. А так ничего хорошо, что ремонтируют. Качество бы улучшили, и все бы нормально было. Давно пора уже так сделать. Дороги плохие, машины ломаются. А сейчас бы... Да, будет нормально. Именно здесь, в Казанской лаборатории, контролируют качество асфальта на всех этапах его укладки. Давайте же выясним, какое оно дорожное покрытие в Шебоксарах. Шебень, минеральный порошок и бетон. Из этого готовят асфальтобетонную смесь. В этом деле, как и в поварском, конечный продукт зависит от качества ингредиентов. Поэтому проверка в этой лаборатории начинается с компонентов. Специалисты отбирают пробы на асфальтобетонных заводах подрядчиков и проводят испытания по следующим показателям. Щебень, марка дробимости, гранулометрический состав, минеральный порошок, зерновой состав, пористость, плотность, битум, пенетрация, вязкость, растяжимость. Следующая ступень контроля – анализ уже готовой асфальтобетонной смеси. Ее образцы разогревают в специальной печи до 500 градусов. После того, как выжиг мы произвели, мы узнаем содержание битума в асфальтобетоне и также грант состав. То есть какое количество щебня определенного, какое количество отсева либо песка в нем находится. Это все влияет на сам асфальт. Если там какое-то количество не совпадает нам по ГОСТу, то есть не проходит, мы просто бракуем эту смесь. Но и на этом проверка не заканчивается. После того, как асфальт уложен, специалисты берут вырубки – керны. На месте в лаборатории их формуют. Эксперты выявляют важнейшие показатели – водонасыщение, коэффициент уплотнения. Если недоуплотненное, может впитать в себя больше влаги. То есть в последующем зимой влага расширяется. То есть она замерзает, расширяется. И будут разрушения по весне оттаяния. Вода разрушает асфальт в порах, будет разрушать асфальт. То есть будет повышенный порость асфальта. И также клееобразование. Здесь же испытывают геосинтетические решетки. Их тоже используют при ремонте и реконструкции дорог. Образцы асфальта поступают по несколько раз в неделю. С разных участков и от разных подрядчиков. Результаты сразу передают заказчику – администрации Чебоксар. Параметры все соответствуют ГОСТу. Но бывают, конечно, исключения. То есть были, так скажем, и нарушения в технологии, нарушения и в самой смеси. В этих случаях я вот знаю, что приняты меры заказчикам. И некоторые участки были сфрезерованы. То есть вновь уложен асфальт был на этих участках. В данный момент качество подрядчиков, основных подрядчиков идет стабильное. Качество в целом удовлетворительное. Палки, лыжи и специальный шлем на голове. Кажется, сейчас начнется очередная тренировка спортсменов-лыжников. Но это только на первый взгляд. Вот таким вот образом проверяют качество ремонта дорог. В данном случае – подзержинская улица. Это способ субъективного контроля. Все изъяны и неровности ощущаются мгновенно. Любая ямка, любой камушек – это как бы сказывается, и можно совершить падение. Дорога ровная, хорошая, но она больше подходит для автомобильного транспорта. Дорожники молодцы. Дай бог, чтобы у нас в городе было больше таких дорог. Хорошей дороги – мечта не только этих спортсменов, но и всех жителей города. Самый неравнодушный здесь же в составе общественной комиссии. Их задача – контролировать ход ремонтных работ. Мы увидели, какие ошибки, замечания там отправили в письменном виде. Также у нас группа на Вайбере есть. Также можно тут же отправить фотографию. И все как бы реагируется моментально. Нарушения по безопасности чаще всего – это неотмеченные люки, которые скрывают в процессе работы. Потом бордюры новые, которые выставляют рядом с проезжей части, которые не имеют знаков безопасности. Для общественных транспортных движений. Я заинтересована в наших качественных дорогах. И безопасность, соответственно. Если где-то начали менять асфальт, то можно быть уверенным – народный контроль тут как тут. В составе общественной комиссии 19 человек. Был проведен некий такой ликбез. Потому что не все из них имеют соответствующий опыт, знания и образования. Вывезли на объект, рассказали о технологиях, о применяемых материалах. В общем, чтобы уже с ними разговаривать на одном языке. И сейчас они, оперируя всеми этими терминами, очень так активно вовлечены в этот процесс. Все стадии производства работы они контролируют. Такое нововведение оценили и сами дорожники. Мы это чувствуем. Мы восприняли эту идею даже с положительной стороны. Ну, хотя бы такой пример можно привести, что своим глазом мы уже как профессионалы привыкли к чему-то. А здесь взгляд со стороны нам довольно-таки неплохо помогает работать. Увидеть свои ошибки, обернуться назад и что-то исправлять. Чтобы работа подрядчиков, общественников и администрации была плодотворнее, каждую неделю проходят публичные обсуждения. Решают текущие вопросы. К примеру, по социалистической улице. Здешняя дорога ремонта требовала давно. Проехать и не попасть в яму или на кочку – это надо еще постараться. Но теперь все изменилось. Дорога была ухабистая. Сейчас, конечно, луч это же видно. Глаза же есть. Но нужно доделать кое-где. Надеюсь, доделают. А где? Что не хватает? Ну, вдоль дороги, где вот идут подъезды к самой основной трассе. Например, на поселке. Можете пройти, посмотреть. Там лужи стоят. Ну, может, доделают они. А так ничего. Доделать работу подрядчику придется. Общественный контроль не дремлет. Еще один недочет – не заасфальтированные люки колодцев. Что касаемо колодцев, съезда. Мы сегодня работаем, завтра, завтра будем. Я же думаю, или завтра, или послезавтра. Но это все закончено. Общественники прошлись и по другим объектам. На улице Пирогова лежащий полицейский, высоту с трамплина. Вот на Гагарина бордюрные камни прямо на проезжей части. Подрядчики обещали исправить все замечания. Кроме укладки нового асфальта, в этом году еще планируют расширить пять перекрестков, сделать шесть заездных карманов, установить новые дорожные знаки и освещение. Дорожники удунцы столичных улиц еще не скоро. Ремонт дорог продолжится и в будущем году. А в 2019 начнется второй этап. Полномасштабная реконструкция и строительство новых километров транспортных магистралей. Окончательный список пока еще не сформирован, поэтому горожане могут на него повлиять, внести свои идеи и предложения. Мы с вами уже сейчас можем вместе сделать столичные дороги качественными и безопасными. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова